Слышали? Она же бесшумная, как ее услышишь? Мне нравится ваш профессионализм. Как можно померить, пощупать то, что она действительно не такая шумная, как простая? Когда берут в руки данную трубу, у них не возникает никакого сомнения. Всем доброго дня. У нас в гостях сегодня очаровательная Светлана. Она у нас представитель компании Астендорф. Это системы внутренней и наружной канализации. Светлана, расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам пришли, что вы нам хотите рассказать? Здравствуйте, Сергей, очень рада вас видеть. Ну, я, как всегда, не с пустыми руками. Я хочу рассказать подробнее о системе ScalanSafe, бесшумная канализация. Слышали? Она же бесшумная, как ее услышишь? Да, это совершенно верное утверждение. Прям трубы у нас шумят, и нужно было сделать какую-то бесшумную канализацию, да? Знаете, когда еще много лет назад перешли на пластик, из тех преимуществ, которые были в пластиковой трубе, это такие, как отсутствие зазарения, условно говоря, простота монтажа, был еще и достаточно существенный недостаток. Это то, что эти трубы действительно были шумные. И этот шум чувствуется, это значительно снижает комфорт жизни людей. Поэтому... Ну, да, особенно если представить, что по ним там летит с этим зубом, да? Если с хорошей фантазией, то это точно. Мы это вырежем, ладно. Оставим. Поэтому был тренд, условно говоря, на то, чтобы труба решила вот эту проблему. По характеристикам данная труба, она соответствует самым высоким европейским требованиям к шумоизоляции. То есть с самым высоким стандартом. Дополнительно не нужно ее там чем-то шумоизолировать, минватой или специальными материалами шумоизоляционными. Не нужно, да? Вы знаете, самая большая ошибка в большом монтаже, да, это то, когда пытаются вот такими доморощенными способами хоть как-то решить вопрос изоляции шума. Вы и правы, и не правы. Для того, чтобы понять, как работает вообще система, нужно понимать, как возникает шум в системе, условно говоря, как он передается, и, соответственно, как его можно купировать, изолировать, как нам можно это изоляция. Каким образом? Смотрите, шум возникает от движения потока по вертикали, сверху вниз, да, и, соответственно, по изменению потока, да, при изменении движения потока. То есть когда из горизонтали у нас поток движется. Когда они встречаются, да? Для того, чтобы изолировать оба пути передачи, нам нужно изолировать, условно говоря, вот этот шум, который возникает внутри трубы. Шум передается у нас по воздуху от вибрации трубы и от материала к материалу. То есть труба у нас, соответственно, не висит в воздухе, она у нас крепится КТРами. Ну, часто всего, да. Чаще всего, да. Ну, бывают и другие конструктивные решения, но мы о них рассказывать не будем, потому что это неправильно. И поскольку от материала к материалу звуковая волна резонируется, то есть усиливается, то все ваши усилия, которые вы предлагаете изоляционными материалами, шумоизоляцией, запениванием, зашиванием и прочее, они, в общем-то, достаточно малоэффективны. То есть вибрация и, соответственно, шум будут передаваться через крепление, через КТР. Да, и через крепление, и по воздуху. Соответственно, мы пошли тем путем, при котором мы увеличили толщину стенки. Это пункт первый, да. Здесь увеличена толщина стенки, здесь 5,3 толщина стенка на 110-м диаметре. Это обеспечивает, условно говоря, пространственное препятствие для звуковой волны. Плотность материала здесь 1,6 грамм на сантиметр кубический. То есть благодаря такой плотности звуковая волна остается, скажем так, гасится максимально. То есть ее можно монтировать стандартными КТРами. За счет самой конструкции трубы и за счет того, что усиленными являются и фитинги, и труба, сада система будет работать. Расскажите мне, пожалуйста, что у нас с уплотнительными элементами? Еще у вас кольца состоят? Я смотрю, у них какие-то у вас модные, там прям какие-то лепестки, прям 2 или 3. Мне нравится ваш профессионализм. Совершенно верно. Здесь трехлепестковое тройное уплотнение, потому что на большой длине монтаж таких труб – дело нелегкое. И именно поэтому, для того, чтобы упростить монтаж, мы изменили конструкцию самого кольца. Для того, чтобы сделать монтаж максимально легким, для того, чтобы на двухметровую трубу вы смогли, как истинный монтажник, легко и просто соединить с другой двухметровой трубой. Хорошо, Светлана, скажите, пожалуйста, как можно померить, пощупать то, что она действительно не такая шумная, как простая? Есть какие-то цифры, исследования проводились ли? Каким образом это можно подтвердить, что она действительно бесшумная? Данная канализация при монтаже обычными стандартными хомутами дает показатели 20 дБ, при монтаже с шумопоглощающими хомутами на 3 дБ меньше, то есть 17 дБ. Скажите, пожалуйста, еще, вот как соединять бесшумную канализацию с колан с обычными трубопроводами? Какие-то переходники специальные нужны? Что нужно применять, чтобы сделать часть системы вашей трубой? Смотрите, наша стандартная линейка, она идет от 50 до 200 диаметра. Если сотый диаметр, ну давайте возьмем для примера обычную стандартную внутреннюю канализацию с сотым диаметром, с сотым диаметром, стыкуется без проблем, да? Вижу. Это оптимально, это сделано специально для того, чтобы упростить удобство работы с данным продуктом. Что с 50-й? До 50-й диаметр, поскольку нам нельзя было уйти от вот этой толщенной стенки, и нельзя было заузить диаметр для того, чтобы их соединить, нам нужен будет переходник. Это выглядит он вот так. Так, вставляется в бесшумную канализацию. Ну, вы мне поможете, как истинный монтажник, делаете это более профессионально, чем я. Ну, нужно смазать, конечно. Я понял. Совершенно верно. То есть соединение на 50-й трубе будет выглядеть таким образом. То есть 110-я самая ходовая. 110-50, 110 просто расту в раструб, 50-я через переходник. То есть это облегчает возможность, условно говоря, даже замены участка стека. Хотя эффективным будет, конечно же, сделать всю систему полностью бесшумной канализации. Получается, если санузлы даже в частном доме разнесены в разные концы дома, чтобы не сидеть, не слушать, как сливается вода под потолком, нести стояк в одном месте. Ну, по-разному складываются ситуации. Дизайнеры творят бардак порой. Мы можем применить скалан. И у нас проблемы с шумом не будет. То есть мы не будем слышать, что там происходит. И не только в этом случае. При вообще возможных, условно говоря, конструктивных решениях, где спальная комната хоть как-то соприкасается с сантехническими линиями, очень оптимальным было бы применение именно такого продукта. И самое интересное, что большинство хозяев, они с удовольствием соглашаются. И когда берут в руки данную трубу, у них не возникает никакого сомнения в том, что им лучше поставить – обычную внутреннюю канализацию или бесшумную. Что ж, друзья, пишите в комментариях, кто уже работал с этим продуктом, что вам понравилось, что вам не понравилось, какие плюсы, минусы. Автор лучшего комментария, как обычно по традиции, получит от нас подарок.